Привет, это Бобруйс 360 и я, Ангелина Декон. Мы говорим с неординарными личностями на интересные темы. Никаких секретов, все только по-честному. Кофе должны в ресторане подавать в течение 3 минут, пицца максимум 15, мясо 30-40 минут. Что делать, если блюдо или напиток принесли позже? Что предъявить официанту можно? Вы имеете право отказаться от блюда, не платить и просто собраться и уйти. Это в ваших правах. В таком случае это показатель плохого сервиса в ресторане или какие-то заминки на кухне, и можно уже подозревать, что там что-то не ладно? Если есть какие-то заминки на кухне, официант обязан предупредить, или иначе же он это будет все оплачивать. То есть такие факты бывают, что официанты сами оплачивают? Да, конечно. Безусловно, да. В каких ситуациях, например? Например, если кухня предупредила о том, что в данный момент они отдают банкет, либо большой заказ, большая компания. В этом случае официант не предупредил будущий заказ о том, что будет о времени, о том, что будет долго готовиться то или иное блюдо, и поэтому она будет оплачиваться этот заказ. Что касается порций, бытует мнение, что если заказать 2-3 порции одинакового блюда, то в лучшем случае тебе принесут одну, но красиво разложенную на тарелках. Так ли это на самом деле, как происходит в Бобруйске, в столице? Ну, например, зачастую так манипулировать такие махинации могут делать предприятия с малой проходимостью, либо в которых не все лады с кухней, не все в порядке с кухней. Такие предприятия могут делать, безусловно. Те кафе и рестораны, которые боятся за свою репутацию, не станут так рисковать, чтобы ради одной порции, ради 9,8 рублей что-то выиграть. Это небольшие, незначительные деньги. А если это торжество, свадьба, юбилей, в общем, мероприятие, на которое приглашено большое количество гостей, есть ли вероятность, что 30-20% блюд не дойдут, в принципе, до стола и до гостей? Я бы посоветовала людям, если они делают большие мероприятия или торжества в ресторанах, в которых нет кухни, а они заказывают там либо китеринговую службу, либо предоставляются повара. Лучше либо самим как-то это отслеживать, либо если они приносят же это в ресторан, то лучше не продукты. Пусть это будет как-то деньгами поварам давать, либо еще как-то, но ни в коем разе не продукты. Не несите продукты, не соглашайтесь на это. Просто можно... Поставить своего человека на кухне? Возможно, и так. Хотя бы как-то отслеживать время от времени. Но, опять же, нужно рассчитывать... Ну, все зависит от людей, от обслуживающего персонала. Хорошо. Бывает ли такое, что уходят с полными сумками? Бывает. Застолье продолжается, официант уже идет счастливый, домой, с ужином. Возможно, и такое, опять же, все зависит от обслуживающего персонала. Если компетентные работают работники, если им платят достойную заработную плату, они никогда не станут воровать. Это, опять же, все. Директор платит, банкет платит. Тогда будет все нормально, можно рассчитывать. Как правило, наверняка ссылаются на состояние уже градуса веселья, скажем так, гостей, где уже можно немножко смухлевать. Наверное. Но, опять же, не везде как. Нет, не везде. Опять же, повторюсь, что есть большие рестораны, в которых уже есть наработанная клиентура, есть уровень обслуживания, и они боятся за свою репутацию, они ни в коем случае не станут так делать. Что касается напитков. Несколько граммов алкоголя, которые могут не долить бокал гостю, они приносят колоссальную прибыль. Ресторану, кафе и еще какому-либо заведению. Так ли это на самом деле? Это то, что я вычитала из сайтов довольно интересных, форумов. В столице, в Бобруиске, как вообще это происходит? Экономят ли? Да, экономят. Но предприятие это никаких плюсов не сделает. Это только в счет бармена, в счет официантов. Есть, где-то не долили. Сегодня 10 грамм, завтра 10 грамм. Так сэкономили бы целую бутылку. Вот и деньги. Это живые деньги. Могут ли разбавлять? Возможно такое. Разбавлять? Ну, как бы разбавлять. Навряд ли, но переливать из дешевых бутылок в дорогие бутылки, да. Что, например? Водка, коньяк, виски. Сходить, купить три топора и залить в Джек Дэниеллс, Чивос. Вот и 20 рублей из бутылки. То есть это в порядке вещей? Да. Ну, либо добавить больше льда, наверное, да? Ну, это уже да. Это в основном как бы в барах, там где... Да, холодные, прохладительные напитки, да. Там зачастую, как говорится, деньги бармена – это лед и вода. А как определить, что тебя обманули? Вот ты заказал бокал вина, там 50-100 грамм, а может быть, большее количество? Мне кажется, это заметит только работник общепита, у которого уже натренирован глаз, который уже как... Глаз как мерный стаканчик. Видит, где должно быть, где 50, где 100, где 250. И размещает бокалы, объем бокалов. Поэтому, да, там уже будет сложно. А простому человеку, навряд ли, определит, что это. Водка – это дикая утка, либо это пшеничное зерно какое-нибудь. Ну, а что касается, допустим, тех же самых вин. Заказал дорогое красное вино, принесли вроде бы красное, но по вкусу... Опять же, можно попросить... Когда уже ты гурман, понимаешь, что это не то. Сомненно, да, вы можете попросить официанта, даже если он вам принес, уже налил в бокал, там, 50, условно, 100 грамм, вы заметили здесь какой-то подвох, попросите его, чтобы он вам именно с бутылки при вас налил в бокал. Да, так же и с пивом. Бутылочное пиво, если вы заказываете, точно так же можно, чтобы при вас либо открыли бутылку и налили в бокал, либо вы сами будете наливать. Даже если ты берешь небольшое количество на это? Да, безусловно, да. Фирменный коктейль. Что это такое на самом деле? Это в основном фишка предприятия, фишка кафе. Здесь ничего страшного в этом нет. Это абсолютно нормальное явление. Просто хотят люди сделать как-то замануху. Замануху для клиента. В этом страшно ничего нет. Да, действительно, но так и есть. Это интересно, это маркетинговый ход, да. Но это не остатки? Нет. С каких-то бутылок? Нет. А что касаемо фирменного блюда? Очень часто официанты навязывают какое-то блюдо. Ты приходишь в ресторан, и они очень-очень настойчиво его предлагают. Стоит ли задуматься в этот момент, что с ним что-то не так? Ну, здесь есть разница. Есть фирменное блюдо, которое вы уже знаете, что в этом ресторане готовят, допустим, условно, хороший шашлык. И вы знаете, вы приходите. Так, вот, фирменное блюдо, шашлык от шеф-повара. Вы приходите, вы знаете, что это действительно фишка предприятия. Но если вам официант навязывает конкретно то или иное блюдо... Только сегодня, только вот так. Да, только сегодня, там акция. Здесь действительно есть какой-то подвох. Будет. Чаще всего, что это? В чем он может заключаться? Несвежесть продуктов? Еще что-то? Нет, не только. Может быть, это и среди... Внутри предприятия какая-то. Там у них игра, акция, например. Продай сегодня три чебурека, и тебе четвертый год на обед. Что-то и такое может быть. Может быть, и просоченные продукты. Утром много приготовили, и поэтому нужно официанту продать салат. Либо, допустим, тоже такие случаи были, когда предыдущий человек заказал салат, а ты там его нечаянно пробил два. И у тебя на кухне один стоит салат. И чтобы за него не платить, ты его должен пикнуть. Довольно интересно, в каких условиях содержатся кухни большинства общепитов? Города, столицы? Ну, везде это... Есть ли там тараканы? Может, что-то еще похожее? Ну, как бы тараканы на любом предприятии будут. Это еда, это пища. Как ни крути, но опять же, с этим... Есть предприятия, с которыми с этим борются. Есть... Которые нет. Есть разное. И что в таком случае, которые нет? Что там происходит? Попадают. Знаю случаи, где действительно людям попадали в тарелки, и они находили и мух, которые с липучки отклеились, и тараканов находили, и такое бывает тоже. Что в таком случае можно предъявить предприятию? Замена блюда, либо... Компенсацию какую-то? М? Компенсацию какую-то можно? Нет, компенсацию нет. Вы можете потребовать либо замену блюда, чтобы вам новое принесли, либо чтобы они вам... Чтобы вы не будете его оплачивать. Вот так можно. Если это вот таракан... Ну, пусть это будет не таракан, пусть это будет... Пусть это будет волос, который попал в блюдо. Официант несет его на стол и замечает. Он может его самостоятельно убрать, или он должен пойти на кухню и заменить. Как это происходит на самом деле? Могут просто достать, а могут и заменить. Зачастую меняют, если это действительно большой ресторан с репутацией, опять же. И нужно надеяться на честность официанта, на честность обслуживающего персонала. Есть недобросовестные, да, они вытащат волос и просто вам обратно принесут. Да, сверху там сеточку майонезу не поправят. А если нормальное заведение, то, конечно же, вам поменяют. Вам попросят прощения и в течение 15 минут вам поменяют. Либо предложат что-то другое из холодных закусок. Объяснят причину? Да. То есть даже вплоть до такого. А стоят ли там камеры, чтобы быть уверенным, что действительно и в честности официанты, и в честности поваров, в качестве приготовления блюд? Да. За всеми, за двумя подразделениями, за официантами, за поварами всегда есть универсальный солдат, это администратор, который должен смотреть, как проходят все технологические процессы. Обязательно повара должны ходить в шапочках, в перчатках. Работа должна проходить так. Повара должны ходить в специальной спецодежде, на которой, если они выходят куда-то из помещения, с помещения кухни, обязательно должны снимать, либо одевать штуку наверх, если они покидают цех. Официанты то же самое, они на кухню заходить не должны, так как у них нет ни шапки, ничего. Мстят ли официанты дерзким посетителям? Ну, смотря, что считать дерзостью, ну, как бы, бывает и такое. Но сильно так ничего сделать, конечно же, не могут. Опять же, в силу этих камер и администратора? Да, да. Есть очень интересный фильм, называется «Большая жертва». И в нем описывается ситуация, когда грубили официантам, обслуживающему персоналу, и как поступали... Очень жестко поступали, да? Но сейчас такого нет. Могут что-то сделать, где-то там, не знаю, что мелочи насчитать, не кидать. Где-то что-то там смухлевать. Но так, чтобы там плевать, или что-то такое сделать, нет. То есть можно быть уверенным, что даже если ты как-то поспорил с официантом, тебе это боком не выйдет? Ну, ладно, принесут тебе вчерашнюю котлету, но плевать не станут. Что касается чеков. Бывают такие ситуации, когда приносят написанные от руки. О чем это свидетельствует? То есть это какой-то обман, очередная уловка? Ну, как бы... Подком о том, что закончилась бумага или что-то в этом роде? Конечно, возможно. Такие форс-мажоры, когда там забыл администратор заказать кассовую ленту, либо еще что-то, но обязательно. Обязательно на том чеке, который вам дают, на плате, должен стоять штамп, подпись, время. Вы примерно должны видеть в соответствии с меню все цены. Посмотрите, обратите на это внимание. Тогда, да, в этом ничего страшного нет. Обязательно на логотип должен быть имя, ИП, номер, адрес. Все должно быть указано на этом чеке, если он на турке. Я сама никогда не забираю чеки, но тем не менее знаю, что многие их берут и дальше могут промониторить. Допустим, на завтра, да, после какого-то банкета, еще что-то. Часто ли бывает, что в чеках действительно дурят веселую компанию? Вот именно так. Конечно, бывает такое. Сейчас на предприятиях, в основном в общепите, используются специальные кассовые аппараты, в которых, ну, там ты не допишешь и сумму не поменяешь, сумму блюда. Но можно сделать... Количеством? Количеством, да, можно изменить выход чека. В таком случае приходят ли люди разбираться и имеют ли право они уже после что-то предъявлять? Да, конечно, безусловно. Можно и так. Если посетитель докажет, ну, как бы зачастую... Это недоказуемо? Недоказуемо. Ну, опять же, это если только по камерам как-то посмотреть, проверить. Сколько он скушал и... Ну, да, что на столе стояло, что приносил вообще официант. Это можно проверить, конечно же. Что в таком случае? Возвращаются разницы? Да, деньги возвращаются. Что касается чаевых, нужно ли их оставлять? Если да, то какой процент от всей суммы чеки? Ну, это весьма риторический, конечно, вопрос, потому что есть заведения, в которых, якобы, чаевые уже входят в состав заработной платы. Есть, где считают, например, 10% от суммы, от чека, но это пишется прямо в чеке. Ну, вообще, чаевые – это по желанию, это на усмотрение, на усмотрение посетителя. Может ли отсутствие чаевых обидеть как-то официанта? Или малое количество рублей, там, тех же копеек, да, как-то его задеть, что вот, наверное, я что-то не так сделал? Или лучше ничего не оставлять, чем оставлять копейки? Ну, как бы, да, порой это обидно тоже, когда ты стараешься, делаешь, улыбаешься, стараешься все быстро отдать, быстро принести, красиво обслужить, не маячить перед посетителями. Да, порой обидно, когда тебе не оставляют чаевые, но, опять же, главное – слово «спасибо». А деньги уже там, как бы, второстепенные такие. Можешь ли ты назвать три основных показательных момента, по которым можно уже с первых минут определить, стоит ли в этом заведении кушать, пить без негативных последствий? Я назову два. Первое – при входе в ресторан, либо кафе, ресторан, я всегда обращаю внимание на то, как встречают. Если же с такими лицами, что «опять пришли». Ждали олигарха, да? Да, они, наверное, возможно, просто хотели посидеть. А ты тут вот пришел поесть, такой голодный. И запах в ресторане, запах в помещении. Вот это очень, я не знаю, на меня это очень влияет всегда. Я захожу в помещение, это не должно там… Должно вкусненько пахнуть, вкусненько едой. Вкусненько, это приятный запах должен быть в любом случае. Это же общепит, это же интересный контакт с едой. Тут все должно быть эстетично, даже запах. Сама посещаешь ресторан и кафе после всего того, что знаешь, что видела? Очень редко. Я могу заказать только, допустим, там, фруктовое сорти, овощное сорти, либо салат греческий. Мясное я не заказываю. Ну, видела, как готовят. Поэтому я не хочу. Как готовят? Были случаи, когда при мне я видела, что повар уронил кусочек мяса, он упал на ботинок, он поднял, положил его, солью, перцем посыпал и все, и дальше поставил запекать. Я не хочу так есть. Я ем рыбу. А с рыбой то же самое? Боже, так со всей едой. Нужно рассчитывать только на честность обслуживающего персонала. То, что, например, когда я работаю, я смотрю, я делаю, готовлю так, я отношусь к ней, где так, как я бы относилась сама к ней. Я подаю ее так же, как я бы подала ее сама себе. Потому что порой это противно самому. Это был наш тайный гость, который знает практически все про общепиты страны. Спасибо за это интервью. Это было действительно по-честному. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!